Когда в конце 80-х, начале 90-х вы были главой отдела СССР в Госдепартаменте, казался ли вам тогда распад Советского Союза неизбежным или, наоборот, маловероятным? Я только уточню, что был директором отдела Советского Союза в Госдепартаменте США ровно до момента августовского путча в Москве 1991 года, а после меня перевели на другую должность, заместителя главы миссии США при НАТО. Так что именно сам распад СССР я наблюдал, будучи на заседании Совета Североатлантического Сотрудничества. В том самом известном заседании, когда советский посол при НАТО Николай Афанасьевский объявил, что в совместное коммунике нужно внести некоторые изменения, потому что его страна только что перестала существовать. Это стало одним из самых незабываемых моментов в моей карьере. Правда, спустя буквально несколько минут тогда произошло нечто даже более памятное, когда генеральный секретарь НАТО Манфрид Вернер сообщил, что только что получил телеграмму от Бориса Ельцина, в которой говорилось, что Российская Федерация заинтересована в присоединении к НАТО. «Возможно, если бы мы тогда восприняли эту телеграмму более серьезно, это позволило бы избежать некоторых трудностей, которые возникли в последние годы». «По поводу самого распада, во времена моей дипломатической работы мы всегда считали, что советская система была очень неэффективной, в том числе и экономически. Но советские лидеры в совершенстве овладели политическим контролем для того, чтобы система существовала вечно». Но мы знали, что будут явные проблемы с транзитом от команды поколения Брежнева к более молодому поколению. И именно это и произошло в начале 80-х. Но предвидеть то, что радикальный реформатор в лице Михаила Горбачева вырастет внутри самой системы, не мог никто, как и то, что система начнет полностью расползаться. Когда я возглавил отдел СССР в Госдепартаменте в 1988 году, уже тогда распад СССР не казался немыслимым. Мы уже видели, что процесс перемен выходит из-под контроля. Видели подъем национализма в республиках, прежде всего, в республиках Балтии, но потом это распространилось на Украину, Грузию, Молдову и другие части Советского Союза. Так что к 1989 и уж точно к 1990 году реальный распад СССР уже казался не просто возможным, но и наиболее вероятным. Я помню, как приезжал в Москву на нашу первую встречу с представителями Министерства иностранных дел РСФСР, и мы тогда шутили, что им стоило бы поменяться зданиями с советским МИДом, находившимся на Смоленской площади. Но в целом ситуация была не шуточной, и для Горбачева все это стало трагедией. Он чуть не погиб из-за попытки отпора со стороны консерваторов в ответ на перестройку и гласность, и все это привело к гибели системы и самого Советского Союза. Так что когда это действительно произошло в конце декабря 1991 года, было ясно, что других вариантов нет. Вы как-то готовили руководство США к тому, что распад СССР является очень вероятным сценарием? Как я уже сказал, в моем отделе росла убежденность в том, что пора осознать перетекание власти от центра к республикам, и что США должны действовать на опережение, развивая отношения с этими республиками через консульства, торговые инициативы и контакты на общественном уровне. Но Белый дом и высшее руководство Госдепартамента по этому поводу очень нервничали. Они говорили, что мы не должны ослаблять позиции Горбачева, потому что именно он совершил эти потрясающие перемены и начал реформы. Это было правдой. Но правдой было и то, что он терял контроль. И я думаю, что если бы больше внимания было уделено этому процессу перехода власти, то, возможно, возникли бы другие варианты, которые позволили бы сохранить союз в какой-нибудь более свободной форме. Но теперь это, конечно, чисто академический вопрос. И мощный национализм, в особенности развившийся в Украине, сделал распад Советского Союза неостановимым. Насколько хорошие у вас тогда были контакты с окружением Ельцина и Горбачева? Достаточно ли было у вас информации о происходящем, что называется, за сценой? По мере того, как процессы эти развивались, и люди в Вашингтоне все еще надеялись, что Горбачев их сможет удержать под крышкой, под контролем, официальные контакты поддерживали с ним, с Шеварнадзе, советскими официальными лицами, тогда как на контакты с Ельциным и руководством РСФСР шли с неохотой, как и с лидерами других республик в составе Союза. Мы очень запоздали с нашими усилиями по налаживанию коммуникации с Ельциным и его властью, которую можно было назвать «теневым кабинетом». Мои встречи были на невысоком уровне. Я помню, что встречался с дипломатом по фамилии Кабанов, но не знаю, что с ним потом стало. Но вскоре замгоссекретаря США Лоренс Иглбергер связался с Андреем Козыревым, и уже потом президент Джордж Буш встретился с Ельциным до своего последнего саммита с Горбачевым, таким образом признавая то, что как бы мы ни надеялись на то, что Горби выживет, мы должны несколько перераспределить наши ставки и начать разговор со структурой, которая может стать более важной, с российской властью. Путин использует ностальгию по СССР как повод для своих различных действий. Он, по-вашему, действительно тоскует по Советскому Союзу, или это просто циничный популизм? Путин точно ностальгирует по супердержаве прежних лет и по высокоцентрализованной системе контроля и репрессий, которую, к сожалению, он пытается воссоздать в несколько более мягкой форме, но не так уж и не похожий на то, что было в Советский период. Но я уверен, что он точно не ностальгирует по экономике с центральным планированием. В то время как он хочет видеть большую роль государства в экономике, что не лишено смысла, он все-таки понимает, что советская система обанкротилась еще в 1980-х, и она должна быть заменена чем-то более эффективным. Но главная его ностальгия по имперскому контролю не только над самим Советским Союзом, но и над Центральной и Восточной Европой. Если он и не пытается воссоздать Варшавский договор, то как минимум стремится придать России роль СССР, которую тот играл на пространстве Советского блока. Он даже готов применять военную силу, как он это уже сделал в Грузии и Украине, чтобы достичь этой цели. Может ли СССР быть восстановлен в какой-либо форме? Я думаю, что собрать заново весь СССР, конечно, невозможно, но некий не слишком плотный скрепленный союз государств может быть восстановлен. Но я уверен, что это потребует довольно высокого уровня принуждения. Беларусь, например, может склониться к вхождению в такой союз из-за высокого уровня нелегитимности Лукашенко. Но понятно, что для того, чтобы привести Украину в подобный союз, потребуется применение силы. Я думаю, что такое применение силы станет очень недолгосрочной победой для России. Произойди это сейчас или в последующие годы. Три десятилетия независимости и укрепившееся национальное самосознание украинцев, даже тех, кто говорит на русском языке как на основном, делает просто невозможной реинтеграцию Украины в какое-то подобие постоянного союза. Это не означает, что Путин не будет пытаться это сделать. Именно поэтому мы так обеспокоены наращиванием российских войск на границах Украины и угрожающей риторикой, которую мы слышим, из-за которой может стоять нечто большее, чем просто бряться не оружие. Все это может быть прелюдией к реальному вторжению.